Так, села, а губка-то подкрасить забыла. О, вот это вот зачётно. Всем привет! Сегодня мы с вами сместим две категории, которые редко идут вместе, но я решила, почему бы нет. Покажу вам свои покупки парфюмов и ухода. Не знаю, на мой взгляд, это две такие основные базовые составляющие жизни. Даже без декоративной косметики, на мой взгляд, вполне можно прожить, если очень-очень придётся. Но вот без ухода и без парфюмов, вот, ну, для меня лично совсем никак. Поэтому в каком-то смысле, да, оно даже и имеет, в общем-то, некий смысл. Начнём с того. У меня такое ощущение, что я забыла вам это показать. Тем не менее, с удовольствием пользуюсь уже недельки три. Это я купила с такой здоровенную банку. Крема Sublime Optical Illuminating Moisturizer от Algenist. Очень люблю марку Algenist. Название. Здесь у нас... сколько у нас здесь? Здесь две унции 60 мл. Здоровенная банка с кремом, он такой плотненький, такой красивенький. Я не знаю, видно вам или нет, но он отливает розовым. На самом деле, здесь помимо увлажняющих компонент присутствует такая мельчайшая пыль. Не то чтобы перламутровая, но такая редисцентная. И лицо действительно вот начинает немножко светиться такой лёгкой-лёгкой-лёгкой розовинкой. Чем мне понравился этот крем? Он стоил недорого. Я его купила в дисконтном магазине Marshalls. По-моему, когда я путешествовала, если не ошибаюсь. Не помню точно где. Но неважно. Стоил он, по-моему, всего 16 долларов на скидке. И что мне очень-очень понравилось, что это хороший, базовый и подсвечивающий, увлажняющий крем для кожи, который ещё в большинстве своём состоит из масла ши и всяких там разных полезных масел. У Algenis, в принципе, мне очень нравятся их формулировки. Один из самых моих любимых кремов для глаз. Это крем именно от них. Он такой, по-моему, Baume называется. Что-то Eye Renewing Baume. По-моему, как-то так. Если не забуду, ссылку найду, оставлю внизу. Однако не все, на мой взгляд, не все средства у них одинаково хороши. Вот мне очень понравилось это именно по составу. Если кому интересно, присмотритесь. Optical Illuminating Maltchurizer действительно освежает тон лица. Немножко его розовить. Так что, если ваше лицо ему свойственно краснеть, или, в принципе, у вас очень тонкая кожа, вы постоянно красный, то вам, наверное, это не подойдёт. Вам нужен какой-то нейтрализующий красноту увлажняющий крем или праймер, или тон. А вот если у вас как раз лицо землистое, ему не хватает свежести, вообще классная вещь, и мне очень нравится, как он увлажняет, также на него неплохо накладывается макияж. Следующие две новинки, которые я хотела попробовать, я купила от этой компании, от Дерма и себе увлажняющий крем для глаз себе и маме. В принципе, нравится. Не могу сказать, что он самый увлажняющий, особенно для сухой и уже возрастной кожи под глазами. Но, в принципе, он неплохой. Тем не менее, я слышала какие-то просто невероятные отзывы на эту марку, что, мол, у них и органичненько всё, и натуральненько, и современненько, и немножко современные химии, немножко органики, и немножко того-сего-сего, и вроде бы цены тоже не кусаются. Поэтому, посмотрев на составы, я решила попробовать, купила себе ещё два крема. Купила от Дерма и Антиринкл Ренюинг Крем, я думаю, буду им пользоваться на ночь. Здесь у нас бодия, сколько здесь, 4 унции, очень даже прилично всё. Он такой плотный, кремообразный, пахнет практически ничем. Я бы сказала, знаете, такая вот, как в случае с гипоаллергенной косметикой, особенно никакого запаха не наблюдается. Что мне здесь понравилось, что здесь первая вода, второе, safflower seed oil, потом глицерин, vegetable derived, всё vegetable derived, какие-то маслицы, какие-то пантенолы, ретинил, пульминат, витамин А. То есть, в принципе, всё, по крайней мере, глядя на состав, выглядит очень-очень политкорректно и environmentally friendly, экологично, скажем так. Будем надеяться, что и работать он будет неплохо. И второе, которое я решила купить, к слову, покупала я оба их онлайн на сайте ulta.com. У них сейчас Дерма-И, не знаю, как сейчас именно, но когда я покупала, у них все эти кремы висели на скидке, там, примерно минус 4-6 долларов с каждого крема. То есть, вот этот мне встал то ли 14, то ли 16 долларов, и этот примерно так же. Этот крем я решила попробовать себе именно на шею, на верхнюю часть груди. Это Skin Lighten от Дерма-И, Alpha Arbiting and Licorice Extract. Это осветляющий крем. У меня, как бы, очень много здесь веснушек, и уже превращающихся в пигментные пятны, потому что я частенько забываю наносить на заднюю часть шеи SPF. И также вот здесь. Вот мне хочется немножко высветлить эту часть, потому что она у меня неравномерно всё время загорает. Посмотрим, как пойдёт. Здесь мне тоже понравился состав. Вполне себе неплохой. У них, опять же, у них практически всё. Каждый ингредиент. Они говорят либо Vegetable Derived, либо Plant Derived, либо что-то из молока, там, что-то ещё как-то. То есть, внушает доверие пока что. Насчёт того, как оно хорошо осветляет и работает, об этом, наверное, уж я расскажу вам попозже. Да, вот эти два кремчика. А, хотела вам быстрее сделать отзыв на матирующий крем. Мы про это говорили, по-моему, на Инстаграме. Это от Origins. Мне пришла пиар-посылка с их тройкой продуктов. Это у нас Matte Moisturizer. Линейка Original Skin. Это вот розоватенькая. Давайте я вам приближу. Как он называется. Здесь такой гельчик, я бы сказала, матирующий. Он очень приятно пахнет. Очень, очень быстро впитывается. Действительно хорошо матирует кожу, но на мне, по крайней мере, матирующий эффект не держится. Поэтому, в принципе, для нормальной и жирной кожи советую. Но, на мой взгляд, это не то, что действительно будет работать много-много часов к ряду. На этот счёт, мне кажется, лучше использовать матирующие праймеры. Про это я вам рассказала. Про второй крем, который я хотела быстренько сказать, я вам уже свои впечатления от использования. У меня где-то вот настолько пустой. Это от Polus Choice. Я сделала не так давно, как относительно недавно. У них заказ, показала его в посылках. И это Skin Perfecting 2% PHA Lotion от Polus Choice. То есть, здесь у нас кислоты, которые вы наносите, этот крем. Он такой, знаете, лёгкий. Я тебе покажу немножко. Тоже такой гели-крем. Очень быстро распределяется. Пахнет, но такой лёгкой немножко кислинкой. Знаете, как аскорбинка. Вот так, чуть-чуть. В принципе, неплохо увлажняет кожу. У меня кожа нормальная сейчас, склонная немножко к сухости, потому что я живу в пустынном климате в Калифорнии. И, в принципе, мне всё мне нравится. Он неплохо увлажняет кожу. Что касается совсем сухих участков, вот здесь я поверх него обычно всегда наношу какой-нибудь органический крем с маслом ши или что-то в этом роде. Просто, чтобы увлажнить те зоны кожи, которые, ну, совершенно не нуждаются в увлажнении. Ношу я его обычно на ночь, и он действительно хорошо, мягко отшелушивает кожу, её освежает. Мне кажется, что действительно эта штука работает. Ещё раз вам напомню, у меня он в версии 2% 2% BHA Lotion. Для всех типов кожи здесь цилициловая кислота, помимо BHA. Правильно я говорю? По-моему, да. В общем, да, очень нравится. Я думаю, буду покупать ещё, может быть, даже попробую что-нибудь позабористее. У них есть кислотные такие кремы, которые одновременно увлажняют и как бы эксфолиируют в ночи, скажем так, пока вы спите кожу, с более серьёзными концентрациями. Пока очень довольна. Далее пришёл мне, и уже, видите, я вот затестила где-то, наверное, одну пятую, сыворотки Double Serum от Clorans, Clorins, кто как называет. Это мне пришёл пиар-посылка от компании Clorins. Они заявляют, что здесь у нас Hydric and Lepidic System, то есть здесь два контейнера, когда вы нажимаете... Давайте я вам покажу. А-а-а! Он немножко, да, разбрызгивается везде. Получается такая вот смесь. Это не масло, это достаточно, я бы сказала, парфюмированный гель. Он неплохо увлажняет кожу, и иногда, особенно когда идёт дождь, что у нас чуть-чуть повышенная влажность, я им пользуюсь в одиночку, как дневным кремом. Хотя, в принципе, для сухой кожи этого будет маловато. Для жирной кожи эта сыворотка может пойти вполне как полноценный такой гель и крем, увлажняющий на целый день. Он парфюмированный, скрывать не буду, кого-то это может раздражать. Мне парфюм, по крайней мере, запах этот приятен, он меня не раздражает, он меня не преследует. Что у нас здесь, это age control, то есть это что-то, что называется, как анти-aging. По-моему, есть ли что-то, да. Complete age control concentrate. Ну, они там много чего пишут, что липиды. Она сочетает в себе какие-то пантентные экстракты из трав и различных травяных, выращенных компонентов неживотного происхождения. Говорят, что тут turmeric extract с турмироном. Ну и, собственно, он должен уплотнять кожу, уменьшать эффект видимости морщин, увеличивать свечение кожи и уменьшать поры. У меня нет особенных пор, таких вот, чтобы, знаете, прям ух. Поэтому я могу сказать, что это приятная, очень приятная, неплохо увлажняющая сыворотка. Честно вам скажу, от кремов я никогда не вижу какого-то такого бах-эффекта. Поэтому я не могу сказать, что я, там, решилась бы ее купить еще раз в полную цену. Но если она где-то вам попадется с небольшой скидочкой, или если вы, в принципе, любите Clarence, вы думаете, чтобы не еще купить, я могу рекомендовать. Потому что сыворотка очень приятно пахнет, хорошо впитывается. То есть все с ней хорошо. Могу ли я ее отличить от других сывороток? Наверное, только тем, что в ней я не замечаю никакого алкоголя. То есть многие сыворотки, включая, кстати, от Origins, Original Skin, у них тоже там есть с сером какой-то, с розой. Вот там я явно чувствую, там это, знаете, там это больше как праймер какой-то, с немножко с алкоголем. Здесь я не чувствую никакого алкоголя, меня вот это, допустим, радует. Это выгодно отличает эту сыворотку от сывороток Visionaire Lancome, от того же Origins и многих других компаний, где она носит сыворотку. И, конечно, она имеет косметический эффект, потому что там дофига силиконов, и она быстро впитывается, потому что там дофига алкоголя. Однако, как бы свои увлажняющие anti-age компоненты, она никаким образом не выполняет свою эту функцию. Здесь хотя бы минусы, такие стандартные минусы вруксовых сывороток отсутствуют, что приятно. Но уберет ли она у вас возрастные мужчины, ну я честно вам скажу, я вообще не верю, что ни одна сыворотка это может сделать. Это только, мне кажется, с филлеры и какие-то пластические хирургические вмешательства. Ну или, может быть, там гормон роста пить, я не знаю. Вторая вещь, которую они мне прислали на обзор, это их, как они утверждают, iconic, best seller, то есть один из самых продаваемых продуктов, такой для них, опять же, как они утверждают, классических. Это tonic body treatment oil, 100% чистые, 100% экстракты из plant, ну растительные, растительные экстракты. Он должен быть тонировать кожу и её уплотнять. Это густое масло. Здесь, если посмотреть на состав, действительно сплошные вытяжки. В составе одни масла, честно говоря, я сейчас буду пытаться по-русски вам зачитывать английские слова, я думаю, что это всё плохо закончится. Вот состав. Кому интересно, нажмите на паузу и прочитайте. Ну, в общем, вроде бы всё очень-очень даже прилично. Вот так выглядит это масло, такая бутыльёк. К слову говоря, они какую-то часть доходов от продажи этого их масла, tonic body treatment oil, обещают отдавать какому-то charity, на какую-то благотворительность. Вот я затрудняюсь сказать, я найду и в описании к видео напишу для тех, из вас, для кого это важно. Тут как бы без каких-то этих особенностей. Мне масло понравилось, но, и хочу оговориться, я небольшой фанат масел, в принципе, честно вам скажу, потому что они на мне... Оно пахнет вот таким кандовым, кандовый какой-то полументоловой травой. Что, наверное, неплохо, учитывая, что никаких сильных отдушек здесь нет. Но, как я уже говорила, я небольшой фанат масел. Поэтому я этим пользуюсь сразу после душа, по выходным больше, как-то так. Когда у меня есть время, чтобы всё это впитывалось. Всё-таки для меня ни одно масло не впитывается так быстро, как впитывается увлажняющий крем. Ну вот так. Я не люблю это жирное ощущение на коже. Я понимаю, что оно, наверное, лучше увлажняет, чем многие другие составы. Но вот не люблю я масла. Это, в принципе, неплохо. Я в основном ношу его на ноги, может быть, на локти, на какие-то такие вот места, где мне кажется, мне нужно особенно много увлажнения. Я очень довольна этой посылкой. Спасибо большое, Клорин, за то, что они это прислали. Я всячески рекомендую, учитывая, что если у вас, опять же, если у вас какой-то суперограниченный бюджет, наверное, вы можете поискать какую-то органическую замену. Особенно, если вы живёте неподалёку от какой-нибудь фабрики, которая производит органические масла. Также Натура Сиберика, помню, Олеся рассказывала, что у них, где-то в Москве, если вы в Москве, допустим, живёте, что у них есть, если я не перебираю сейчас, Олеся не поправит, что у них есть фирменный магазин, где они прям с утра свежевыжатое кедровое масло привозят. Я не думаю, что какой-либо заупакованный продукт, который должен получать массовое распространение, может, в принципе, сравниться со свежевыжатым органическим каким-то маслом. Но если у вас бюджет не ограничен, если вы любите продукцию компании Клоринс, за ингредиенты здесь можно поручиться, ингредиенты все натуральные, хорошие. Масло, оно пахнет, вот я говорю, такой травяным ментолом. Если вам этот вариант нравится, то я вполне рекомендую, плюс к тому, что они большую, ну, не как большую, какую-то часть ещё и на благотворительность пустят. Мне кажется, это прям luxury with purpose. В общем, даже неплохо. Я тут, вы знаете, нашла, тут есть описание масла по-русски, я сейчас быстренько зачитаю. Незмеримое средство для поддержания эластичности кожи и сохранения упругости и тонуса. Это лёгкое, быстро впитывающееся масло, рекомендуется использовать для предотвращения появления растяжек или в период резких колебаний веса для поддержания тонуса кожи. Ну, в общем, как раз на фоку, на бёдра, на живот, на все вот эти места. Благодаря входящим в его состав эфирным маслам розмарина, герани и мяты, да, вот, наверное, если я чувствую, я чувствую мяту и герань. Масло для тела обеспечивает исключительный тонизирующий и укрепляющий эффект, делая кожу мягкой и шелковистой. Нанесите небольшое количество на влажную кожу тела по направлению от лодыжек к бёдрам и от кистей рук к плечам. Именно так и делаю, даже не читая инструкций. И, да, работало неплохо. На коже с животом наносите масло круговыми движениями по часовой стрельке, стрелки на область пюста, поднимаясь от основания груди к подбородку. Ну, что же, очень мило. Кстати, тут даже написано, что компания Кларинс, оказывается, существует с 1956 года. Неплохо, неплохо. То есть им недавно, у них юбилей, значит, был. Забавно. Так, перемещаемся дальше. Последняя, да, последняя посылка, что касается ухода. А, нет, еще одну штуку покажу. Но разочарование. Ну, ладно, оставим на потом. Это тоже была пиар-посылка. Просто огромного размера. Много про это слышала. Я, честно говоря, сейчас вам признаю сразу, я жуткая ханжа. Вот что касается этого крема, я бы в жизнь его не купила, вот лично я, потому что я, мне жаба душит. Это очень-очень дорогой крем для тела. Но когда мне его прислали как пиар, скажу вам честно, я просто в него влюбилась. Поэтому я даже не знаю, что вам сказать. Посмотрите на цену, кто-то из вас ужаснется, кто-то скажет, ну, ничего особенного, почему бы нет. То есть, тут на откуп решайте сами, у кого какой бюджет. Но это потрясающий крем для тела. Достоит он каких-то просто странных, странных денег. Это у нас Brazilian Bambam Cream. Крем, грубо говоря, для задницы. Нет, на самом деле крем для всего тела тоже что-то похожее, что вот это масло Le Crease для поддержания тонуса. И он еще придает такое легкое, как они утверждают, легкое сияние кожи. Никаких блесток, шиммера или отлива я здесь не заметила. Но кожа действительно, как вот, не знаю, щечки ребенка становятся после него. У меня подозрение, что это, вероятно, какой-то более декоративный эффект, нежели настоящий. Потому что эффект чувствуется практически сразу же, как только вы его нанесли, как только он впитался. Здесь у нас в баночке, если покупать его в полном размере, здесь 8 унций, 240 мл. В составе у нас мульон каких-то потрясающих названий. И многие из них, дайте я наоборот по-английски, да, многие из них кажутся вполне себе легитимными маслами. Вода, метил, глюкоз и кустерат. Так, я сейчас буду полчаса это зачитывать, давайте вам покажу. У вас будет возможность остановить видео и внимательно посмотреть на состав. Но здесь как бы, вот тут уже такой, знаете, замес. И современной химии, и парфюма, и масел. Но мне кажется, именно поэтому он так великолепен. У него просто божественный запах, у него запах отпуска, но причём это не какие-то химические фрукты, кокоса, тропики. А это именно мягкий какой-то со взбитыми сливками, кокос, знаете, с лёгкими какими-то отголосками с чего-то цветочного. Очень грамотно замешан здесь парфюм. Он даже немножко макадамия орешком мне чем-то вот попахивает. Это взбитый такой вот состояние, знаете, как вот взбитый мусс крем. Много, в принципе, не надо, он очень хорошо распределяется. Но вот тут, конечно, меня потрясает его консистенция, меня потрясает его запах. И если дать ему впитаться, буквально, ну, минутки-две, кожа становится просто божественной. Мне кажется, что это крем для тела для свиданий. Если у вас, опять же, только если у вас... Так, подождите, я почему-почему... Забыли, я была не Фокси. Но ничего, мы всё это исправили. Только если у вас позволяет, конечно же, на этот бюджет. Но, честно вам скажу, это... Вот, честно говоря, вот так и намажется, и уже и на свидания эти не хочется. Хочется просто валяться в постели, пить шампанское, есть клубнику с взбитыми сливками, смотреть какой-нибудь безумный угарный сериал и обнюхивать себя. Вот меня это уносит реально в какое-то вот супер-лакжери, в супер-какое-то расслабонное, all-included, шесть звёзд в какое-то, вы знаете, тропическое get-away, в какое-то вот такое путешествие. Очень грамотный здесь парфюм. Опять же, ну не будем себя обманывать. Я не думаю, что этот крем делает что-то... Ну хотя бы Clorins, например, обещает, что он поможет с растяжками. У меня растяжек мало, поэтому я не могу вот так, знаете, вам сказать. Я только начинаю пользоваться. Этот крем ничего такого не сделает, но это именно супер-лакжери. Очень с хорошим декоративным эффектом крем для тела. За что купила, за то и продаю. Точнее, как? Я уже сказала, это был пиар, по сути. Я уже призналась вам в своём хажестве. Да, я его обожаю. Но сама я вряд ли бы его купила. Ну как-то вот... Я пока ещё, видимо, не совсем вышла на тот уровень люкса, чтобы покупать кремы за такие деньги. Для тела. И последнее средство, которое я вам покажу для ухода, это крем-молочко для снятия макияжа от Shiseido. У меня было несколько линеек, и я подумала, что я купила правильную. У меня было молочко для умывания, по-моему... По-моему, это было и Буки молочко. У меня был такой маленький сет, наборчик. Я увидела это, по-моему, за 14-16 в TJ Maxx, в дисконтном магазине. Хватанула, потому что очень любила это молочко. Я наказала что-то совершенно-совершенно другое. Это гелия-крем. Именно так он выглядит. Я пыталась им снимать макияж. Что получается? Он макияж более или менее растворяет, при этом вы размазываете его полностью по лицу, но смыть его никак невозможно. Для меня примерно вот та же самая проблема со всеми Makeup Cleansing Balms, со всеми на минеральном масле основанными молочками. Потому что, да, макияжами можно растворить, особенно если возюкать по лицу туда-сюда примерно минут 10. Но потом с лица это снять просто невозможно. Эта пленка вот этого минерального масла, она просто никуда, ничем не уходит. Я измазываю на себя там три слоя пенки, чуть ли не хозяйственного мыла, чтобы потом снять это молочко или эти Cleansing Balms с лица. Девочки, если кто-то из вас их любит, объясните мне, как вы их снимаете потом с лица. Я предпочитаю находить смывки и умывалки, которые всё снимают сразу. А вот эти многоступенчатые вещи, сначала потереть глаза какой-нибудь ваткой с биодермой или с этой штукой, всё это развозюкать, потом это пытаться снять с лица, потом ещё раз. Это, мне кажется, удлиняет процесс очистки кожи. Я вот никак не могу подружиться с этими вот кремами в стиле минеральное масло. Поэтому, потратив деньги на это Shiseido, в итоге, знаете, что я с ним делаю? Я, правда, уже использовала примерно вот столько. Точнее, вот столько у меня осталось. Я им удаляю сводчи. В сути, это вот такая суперлюксовая замена дешёвых салфеток для снятия макияжа. Вот так, так бывает. В общем, никогда в жизни потом не куплю, и я уже всё сдалась. Для меня вот эти трёх-пятиступенчатые системы снятия макияжа, я их просто не секу. Вот, видимо, нет у меня к этому таланта. Вот это всё делать слоями. И раз уж мы заговорили с вами об очистке лица, я уже поругала Shiseido Gentle Cleansing Cream. Давайте я покажу, что на самом деле для меня работает. Для меня работает вот такой гель для умывания от Avalon Organics. Он называется Brilliant Balance с лавандой и пробиотиками, cleansing gel. Как я снимаю макияж? Особенно, многие из вас спрашивали, особенно когда там много, густо, с какими-нибудь там подводками, фиготками. Что я делаю? Я начинаю чистить зубы вечером и умываю лицо. То есть я просто наношу на него воду и даю этой воде усесться. Она начинает проникать в поры, и она начинает потихоньку, по чуть-чуть разбивать макияж. Немножко его разжижать, если хотите. Я пока чищу зубы, даю просто лицу намокнуть как следует. После этого я уже наношу вот эту вот пенку, этот гель для умывания, как следует, все мягенько вот так пальчиками прорабатываю. И у меня смывается все и сразу. При этом, что, чем мне нравится этот гель, он органический, у меня нет такой, знаете, зудящей сухости. Например, я могу еще посоветовать еще более сильную смывку, но та может сильно высушивать кожу. У Nitrogena есть в белой упаковке, там какое-то светло-салатовое, что-то типа Nitrogena Naturals, такой белоперламутровый гель для умывания. Мне кажется, его достаточно легко найти, у них там их немного, вот, которые в белом, с таким, салатовым. Он реально смывает все, но он выдирает вместе с верхним слоем кожи, он очень сушит кожу. Но если у вас какой-то прям суперстойкий drag queen макияж, этот вот он как detergent, он вымывает практически все. Если вы хотите что-то помягче, то попробуйте, как делаю я. Сначала намочить лицо, пока вы чистите зубы, оно как раз, весь макияж начинает естественным способом, как бы, отмокать, отлипать от вашей кожи. И потом уже какая-то вот такая органическая елевая умывалочка прекрасно все снимает. И тушь, и подводку, и тени. Но в крайнем случае вы можете потом взять по одной палочку с кремом для глаз или другим кремом, просто аккуратненько пройтись. И на мой взгляд, намного более щадящий способ, чем пятиступенчатые очистки. Но имхо. Это просто мое мнение. Теперь мы перемещаемся к духам. Я согрешила, совершила несколько покупок духов, и я чувствую, что это еще не конец. Но по всем по порядку.